Я уже говорил, что выбор Сталинграда в качестве места для теракта – это прежде всего пропагандистский акт. Сделать символ нашей славы и победы символом нашего поражения. Насколько я могу судить, это не удалось. Массовое сознание не поменяло своего отношения ни к Сталинграду, ни к преступникам. Что же касается того, можно ли вообще всерьез бороться с терроризмом – можно. Но для этого надо не отлавливать тех, кому уже заболотили голову, кого уже нарядили в пояс со взрывчаткой, а надо отлавливать тех, кто занимается заболачиванием голов неустойчивой молодежи, тех, кто изготовляет эти самые ПСА со взрывчаткой, а главное – тех, кто все это оплачивает. И более того, я полагаю, что те, кто оплачивает террористическую форму ведения боевых действий, должны рассматриваться именно как враги, ведущие с нами войну, и поступать с ними следует по законам военного времени. В частности, применять к ним самим те же средства, какие они не стесняются применять по отношению к нам. Я, конечно, не прошу, чтобы наши спецслужбисты обматывались взрывчаткой и кидались под колеса машин каких-нибудь арабских нефтешейхов. Я думаю, что вполне хватит и снайперских винтовок, тем более, что у нас их делают очень неплохо.